День отдыха 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 Вот эти два числа на уровне представления, скажем так, могут оказаться различными, то они различны. Тут вот сокращенец решил поиграть в философа и говорит, что надо уточнять, что не существует идеального представления вещественных чисел в машине. Так нет, вот я утверждаю, что не существует вообще никакого идеального представления вещественного числа, за исключением случаев, когда мы знаем, например, что это число является пределом какой-нибудь последовательности. А в остальном нет, никакого представления не существует. Мы можем, наверное, моделировать рациональные числа какими-нибудь дробями натуральными, но это будут именно рациональные числа. Кстати, о рациональных числах и натуральных дробях. Что вы думаете? Ну, даже не так. Давайте прям сразу скажем from fraction. Почему? А что? А числа не бывают больше или меньше друг друга? Нет, в смысле, получается 1.1 плюс 2.2 больше, чем 3.3 выдаст. Смотрите, если вы до этого не проверили, что они близки друг к другу, да, выдаст. Но в действительности вы все равно можете это делать, потому что вы же знаете, что ваше вычисление приблизительное. На равно нельзя сравнивать не потому, что он что-то там выдаст, а потому что они просто не будут равны. С некоторой вероятностью никогда, да, а больше и меньше они таки будут. Так вот, что бы вы думали? Давай, давай. А, fractions. Тут z. Что бы вы думали? Я тут обморвался, что можно числа представлять в виде дробей. Так вот, в питоне есть модуль, который представляет числа в виде дробей. Вот так и называется fractions. И вот можете написать что-то типа такого. Допустим, там а равняется fraction, да, от 2 третий, третьих. Вот, это вполне себе даже все, да, вот даже вот так, print a. Видите, как красиво. Более того, вы даже можете написать, что а равняется fraction от 1.1. Обратите внимание на кавычки. Ну и b тоже, значит, а b у нас, соответственно, 2.2. Вот. Обратите внимание на кавычки. Сейчас вы поймете, почему. Да, a плюс b равняется fraction же от 3.3. Только равняется. Ну что, равняется, кто бы спорил. Значит, нетрудно догадаться, как устроена вся эта машинерия. Это просто 2 целых числа, которые в питоне, заметим, еще и бесконечно длинные могут быть. Поэтому, что уж там. Берем 2 целых числа, делим. Вот вам вещи. Рациональные числа, во всем их великолепии, во всей их, так сказать, бесконечной точности. Вот. Значит, может быть, кто-нибудь догадается, зачем я здесь написал кавычки. Да нет, все проще. Давайте я уберу отсюда кавычки, вы сразу все поймете. Так. Ваши прогнозы, что сейчас будет? Нет. Объясните явление. Что-то связанное с представлением вещественных чисел. Идеальный ответ. Да, если бы я был наивным экзаменатором на экзамене, да. Безусловно, представление рационального числа связано с представлением вещественных чисел. Ну так чего? Никаких идей? Что это за число такое? Вообще, ответ близок к истине, на самом деле. Ну, это и есть число 1.1. Ну, потому что, потому что там вот обрезали ему хвост. Вместо того, чтобы сделать там 110 десятых, да, ну, вернее, 11 десятых, да. Получилась вот такая фигня. Потому что именно вот это число наилучшим образом приближает то самое обрезанное вещественное, так что вы правильно сказали, да, то самое обрезанное вещественное, которое в действительности не равняется 1.1. Вот и все. Вот такие дела. А для того, чтобы распарсить вот это вот представление так, как надо, как десятичное число, как десятичную дровь, да, и смоделировать это вот как, ну, понятно, тридцать три десятых. Вот. Вот и все. Вот. А вот это в сокращенном или вещественном? В каком сокращенном? Приведенная ли дробь? Да, я думаю, что приведенная. Ну, то есть, это мы можем сейчас проверить. Десять пятых? Да, 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 да. Десять пятых. Кстати, можно и вот так записывать. Да, он ее привозит. Ну, не так, не так, не велика, не велика проблема перевести дробь. Вот. Правда, фрекшн это все-таки скорее такой курьез. Вот. Редко когда нужный, но реально нужный. Вот. А есть еще более разумный модель чисел в эпитоне, которая называется decimals. И это так называемое строкодесятичное представление числа, когда вы храните просто все знаки вашего числа с произвольной точностью, как строку, а дальше с ним что-то делаете. Ну, в действительности там не совсем строка, но это не так важно для нас с вами. Давайте попробуем. From на этот раз уже decimal. Import. Ну, decimal, я думаю. Во. Да. Значит, та же самая история. Не надо делать вот так вот. Ну, кстати, мы теперь видим, чему это все равно, если, значит, обрезать, а потом привести обратно. Надо делать вот так вот. Вот. Здесь мы можем задавать произвольную точность, управляя так называемым контекстом, контекстом вот этого самого decimal. Вот. Но, как видите, он и так нехилый по умолчанию. Да. Мы можем как-то настраивать количество знаков? Я только что ответил на этот вопрос. Да, можем. Тут был вопрос, а можем ли мы настраивать количество знаков. Я только что ответил на этот вопрос, вот буквально перед тем, как вы подняли руку, а именно сказал, что мы можем управлять точностью с помощью управления так называемым контекстом. Вот. Сейчас давайте попробуем. Значит, контекст, контекст, сейчас, точка, мал. А у меня, наверное, может быть какой-нибудь примерчик тут. Нет тут у меня примерчика. Нет у меня тут примерчика. Ну, давайте. Set контекст, decimal контекст. Малый, точка, контекст, большой буквы. Вот. А здесь что-нибудь типа, вот, прец. Пресижен равняется, ну, допустим, 100 знаков после запятой. Стоп. Это не знаки после запятой. Обращаю ваше внимание. Это количество значащих цифр в записи числа. То есть, если получится число очень маленькое, понятное дело, что лидирующие нули никого не волнуют. Это не знаки после запятой. Вац. Ну и посмотрим. 1.1 делись на 7. Что-то как-то маловато. А, потому что, потому что это не decimal. Децимал я сказал. А ты что сказала? О! Ну, в общем, вы меня поняли. Значит, мы, если сможем, обычно этот кусочек выпадает, этот кусочек питона вообще выпадает из лекций. Это неприятно, но мне не удалось его подпихнуть ни в какое место. Если успеем, мы поговорим на эту тему. Если нет, запомните. В питоне есть такое понятие контекст-менеджер. Контекст-менеджер – это такой объект, который обладает всего двумя свойствами. Он умеет включаться и потом самоуничтожаться. И вы можете открыть его с помощью специального оператора UIFS, поработать внутри этого контекста, а после выхода из оператора UIFS контекст закроется и все, что нужно, поудаляется. Это удобный способ сделать такой... не писать специальные коллбеки по удалению всего-всего-всего, чего вам нужно удалять, а просто засунуть их в объект, объявить его контекст-менеджером и вот. Так вот, вот этот контекст является контекст-менеджером. Мы можем с помощью оператора UIFS на время вычислений сменить контекст с того, который был раньше, и поменять его на другой. В контексте можно менять не только точность, ну, например, способ округления, еще всякие штуки. Вот. Тут много чего написано. Округление. То есть количество значащих цифр, округление, количество... когда переходить из плавающего представления в фиксированное и обратно. Вот. Используют ли большие буквы. Ну, короче, вот это все. Про плавающие фиксированные представления, я думаю, вы помните, да, что если у нас есть число достаточно небольшое, то оно обычно представляется в формате с фиксированной точкой, а вот если мы его, допустим, то оно уже представляется в формате с плавающей точки, потому что здесь вообще-то 24 знака. Ну, в смысле, на 10-24 степени. Я надеюсь, что вот такая запись никого и здесь присутствующих не пугает. Мне сегодня вечером ее еще философам объяснять. Они могут испугаться. Я думаю, вы нет. Вот. Это что касается чисел. С вашего позволения я... А, нет. Значит, что касается самого math. Про math мы уже несколько раз говорили, и он достаточно прозрачно, что в нем лежит. Давайте тут лишнее все. Достаточно прозрачно, что лежит в модере math. Вот. Сейчас у меня в PtPighton есть только базовые объекты, еще вот внутри PtPighton-ские штуки. Вот. А сейчас я сделаю from math import звездочка, и мы посчитаем, сколько там разных интересных функций. Вот. Это было слово dir. Значит, советую всем потратить время как раз на сегодняшнее занятие. Это очень недолго. И просто тупо сходить вот по этой ссылке и почитать. Потому что выясняется, что среди этих функций есть и, в общем, довольно полезные. Например, полезную функцию isClose мы уже видели, а еще есть isFinite, isInf. Это, соответственно, проверка, не получилось ли у вас уже вообще бесконечно, бесконечно. Вот. Изнан. Not a number. Не получилось ли у вас в результате вообще not a number что-нибудь такое. Вот. Ну, что тут еще интересное есть? Наверное, все остальное, ну, более-менее нам понятно. Вот. У меня есть нежная любовь еще со времен, когда я преподавал программирование для вичерной математической школы. нежная, нежная любовь к функции от Ан-2, вот, которая, как можно догадаться, из ее названия считает арктангенс, но не угла, а по координатам. В чем смысл арктангенса точки заданной координатной? Как известно, области поделения арктангенса, ну, кстати, я забыл, всем известно, только я забыл, какая она. Короче, не 2π. Вот, чуть ли не π. Да? То есть, если вы знаете угол, в смысле, если вы знаете точку, вот этот вот угол посчитать, вы можете только, по-моему, вот в этой вот полуплоскости. И у вас будет две разных точки. И вообще нужно будет вот какие-то ужинки и прыжки, какие-то приседания применять, чтобы понять, в какой полуплоскости эта точка лежала. В случае функции от Ан-2, если вы все равно знаете координаты точки, этого не произойдет. Он выдаст полный угол. Тут человек с вызывающим ником «Пиво течет во мне, и я един с пивом» спрашивает, когда может пригодиться сравнение с бесконечностью, если мы не кодим что-то околокалькуляторное. Ну, э, околокалькуляторное, это если мы не вычисляем, если мы не вычисляем, не пригодится. А если мы вычисляем, то вполне легко можно получить в нашей формуле бесконечность там, где у нас зашкалит обычный флот. Мы помним, что флот зашкаливает. Понятное дело, что, ну, каких-нибудь, как минимум, каких-нибудь 15 лет назад можно было шутить про то, что в Питоне математики очень мало, вот это все, она вся медленная, и все такое. Вот. Сейчас, если вы начнете это говорить, вас поднимут насмех, потому что Питон является чуть ли не основным инструментом дата-анализа и всяких вот-вот-вот такого вот прочего дата-сатанизма. Поэтому, если вам хочется выйти за пределы собственной языка, то к этому у вас бесконечное количество поводов. Для начала есть модуль, который работает с настоящими массивами, а не с динамическими массивами, сложенными, как в Питоне, он называется, Ray, с авторством самого Гвида. Нужен он для того, чтобы быстренько что-то повычислять реально быстрее, чем с динамическими массивами Питоне, но на самом деле главным образом для того, чтобы представлять некоторые структуры данных из библиотеки на оси, например. Вот. Соответственно, если вам и этого мало, есть непомерно громадный проект сайпай, в который собрали дикое количество математических методов, как числовой, так и символной математики, которые все это умеют. Если вы хотите в датасатанизм, то Питоном пользуются, и Питонная поддержка, пользуются такие знаменитые фреймворки, Pandas, CensorFlow, там, Ciccet Learn и все остальное. Кстати, я все эти три термина узнал вот из этой книжки, которая, мало того, что изданного в Урале, так еще и висит в свободном доступе, читай, не хочу. Вот. Меня тут люди спрашивают, а где лекции для философов? Для философов нет лекции, у философов сразу практика, а лекцию, они, вместо лекции, они пользуются patentutor.ru, есть такой учебник по Питону для начинающих. Вот. Короче говоря, чтобы нам не тормозить, в принципе, Питон и математика дружат очень много и активно. Вот. Всевозможных инженерных пакетов под Питон просто, ну, реально тысячи. Значит, Scientific, Engineering, Mathematics одновременно. 3237 пакетов на сегодня на PyPy. Да? Поэтому мы даже не будем трогать все эти модули, потому что там, по тому же с ЦИПы можно несколько спецкурсов прочесть и не закончить. Вот. Отдельно интересная тема это случайные, точнее, псевдослучайные числа. Точнее, и те, и другие. Значит, мы с вами, особенно в домашних заданиях, там, где нужно генерировать, особенно я в домашних заданиях, там, где нужно генерировать тесты. Довольно много пользуюсь вот этими самыми псевдослучайными числами. Вот. для этого есть специальный модуль, который называется рандом. Вот. Этот самый рандом, ну, как бы, что он умеет? Он умеет случайные числа. Вот вам, пожалуйста, случайное число в диапазоне от нуля до единицы. Или, допустим, случайное число в диапазоне от нуля до десяти, не включая десять. Вот. Или, допустим, целый набор случайных чисел. Хотя нет, давайте по порядку. Random точка choice. Случайный выбор из последовательности. Ну, или там из range можно выбрать. Помните, что range у нас индексируемый? Спасибо доброму человеку, который это сделал. Вот. Ну, там. Бумс. А, от десяти до трех, конечно. Молодец я. Вот. Или, допустим, что еще у нас есть в рандоме интересное? В рандоме есть еще всевозможные всякие распределения, да, вот. Нормальное, гауссовое, еще какое-то. Но я вот в это не очень умею, и мне не очень это интересно на самом-то деле. вот. Но еще есть, ну, shuffle какой-нибудь, да. А равняется лист от range, ну, скажем, от там 20, да, random.shuffle, вот это самое А. взяли и перемешали на месте, прям вот по ходу. Вот. Вот еще один. Я затеял, ну, то есть все это очень просто, я же говорю, сегодня день отдыха, да, вот. Все это очень просто, я затеял весь этот разговор исключительно для того, чтобы подъехать к интересным вещам. ну, например, сэмпл это что такое counts, кстати, секунду. прикольно. сэмпл это возможность получить набор из элементов последовательности, не пересекающихся друг с другом. То есть, вот если мы, допустим, напишем вот так вот, 4, вот он выбрал 4 случайных элемента из этой последовательности, 4 разных случайных элемента из этой последовательности. У нас тут 4 случайные значения из вот этого самого Кверти. Если мы захотим взять пример и напишем их 12, нам скажут так, у нас популяция короче. Вот. Ну, как обычно люди делают? И уже нормально. Вот, чтобы не делать так, в сэмпле есть параметр counts, где вы можете указать, где можете указать, ну, давайте только поменьше, скажем, вот, кве, да? Это было 10. Чего? Каунтс. О! Что сейчас произошло? У нас популяция кве, но у нас 5 штук q, 7 штук v, 10 штук e. Вот из этой, значит, 23, 22 элементной популяции было выбрано 12 элементов. Неудивительно, что буква e в ней больше всего. Вот. Это уже более сложная и более удобная штука для того, чтобы генерировать какие-то примеры из real life. вот. Напоминаю, что удобная фигня для генерации случайных чисел это range, потому что он с одной стороны вычислимый и не хранится, а с другой стороны он индексируемый, да? Мы можем взять там пятый элемент от range, потому что это просто арифметическая последовательность. Вот. Значит, ну, дальше больше. Там, где сравнительно недавно, лет 5 или там 7 назад пределанная штука это choices. Чойсис. Давайте почитаем про нее документацию. Чойсис. Чойс это всего лишь выбор, а вот choices это вот. в отличие от сэмпл, где выбираются независимые, да? Мы выбираем подмножество из множества. Чойсис выдает нам из известного множества произвольный набор элементов, для которых мы еще можем указать веса, то есть с какой вероятностью они встречаются. То есть мы можем написать random choices из того же кве, скажем, к равняется 12, и вот сэс, и вот вам, пожалуйста, 12 элементов, каждый из которых взят случайно из множества кве. а можем присобачить к нему веса, и скажем, у нас элемент вот так вот, да? Вот. Как вы понимаете, примерно такая же петрушка, как в случае как в случае сэмпл, но в случае сэмпл мы сначала генерим вот этот вот длинный длинный этот самый длинный множество, и из него выбираем независимо 12 элементов. А в случае choices это просто веса, вероятности, с которой этот элемент появится. Наиболее вероятный элемент Е, просто потому, что у него вероятность 10,23, 10,7,23, а здесь 5,23. Веса могут быть кумулятивные, то есть постоянно нарастающие. Это очень удобно, если вы хотите разбросать камушки по линейке. Вот у вас есть линейка, на ней отмечено 2 метра, 5 метров, 50 метров, 100 метров. Вы кидаете камушек, и эти камушки, соответственно, вы им указываете вот эту кумулятивную шкалу, а не обычную. Вот. Короче говоря, для математического случайного моделирования, особенно если вы не очень заморачиваетесь случайностью того, что вы случайно моделируете, отличное приспособление. Вот. Относительно незаморачивания случайности. Все, что мы сейчас делали, имеет отношение к так называемому датчику случайных чисел. Знаете, что такое датчик случайных чисел? Это формула, по которой из одного случайного числа можно однозначно вычислить следующее случайное число. Доказательства. Ну, random seed, да. Зададим первое случайное число. Давайте сэмпл наш любимый. А, у нас же он где-то есть тут сэмпл. О! Ну, еще разок. О! Другой, конечно. А зададим еще раз это случайное число. Ну-ка. ща. Давайте запасем его. Давайте сделаем честный эксперимент. Вот мы, значит, сделали рандом до елки ваши палки. Да? Д. Что-то как-то он далеко ушел. а ты не можешь просто сид? Ну, хорошо, random seed дура точка сид ну, скажем, раз, два, три. Да? Дальше. А равняется вот эту вот всю фигню. Random sample ну. Не важно что. Господи, рандом. Давайте даже ради интереса мы их сделаем пять-десять штук. Да? Не будем доверять странным алгоритмам sample, хотя вы уже видели, что вот это вот и это одно и то же. А прям вот выставим первое случайное число 123 и сгенерируем последовательность из первых десяти случайных чисел, у которых затравка была 123. Ради интереса проверим, что дальше они, конечно, все разные. Вот они. вот проводим эксперимент. Вот. Чтобы не сравнивать глазками. В чем идея? Когда мы задаем вручную какое-то случайное значение, это начало нашего датчика случайных чисел, у нас получается воспроизводимая случайная последовательность. с этого момента все случайные числа, которые у нас в программе возникают, не случайные. Помните, как говорил мастер Угвей? Случайности не случайны. Вот это ровно оно. Значит, если мы хотим случайную случайность, мы можем поступить двояко. Первый способ вызвать сид без параметров. ну рандом сид вот в этом случае в качестве случайного значения приедет грубо говоря время в миллисекундах, если не в микросекундах. Ну вот наиболее мелкая градация времени вашей операционной системы. Да? В большинстве случаев это более-менее достаточно. понятное дело, что после этого у нас ну все вот эти наши рандомы будут запуститься совершенно другого места. Вот. Если вы склонны не доверять такого рода вещам, есть несколько других модулей в питоне парочку, которые предназначены для более или менее надежной случайности, модуль секрет. Вот. Как тут написано криптографик или стронг рандом намберс. Вот. То есть вам вам гарантируется, что то, что вам приедет это случайная последовательность байтов или случайное шестнадцатичное число. Вот. это нужно для того, чтобы по ходу сгенерить какой-нибудь случайный ключик и им потом пользоваться. Да, прям слоу токен постоянно возникает. Или если вы хотите чуть больше от вашей операционной системы, можете сходить к модулю ОС, к функции GetRandom, которая будет ходить уже к вашим в случае Линукса, например, вот сюда или вот сюда. С учетом того, что в современных Линуксах еще эти рандомы замешаны на специальную железяку, которую генерируют еще более случайные и не случайные числа в компьютере прям железяку, вот, то надежность вот такого рандома она вам тоже гарантируется, но повторяю, это в случае, если вы хотите сходить прямо к операционной системе, а так, в общем, вот здесь вот модуль Secrets видимо гарантирует вам примерно то же самое. Можно почитать 506-й ПЕП, что именно там написано, но я думаю, что это именно оно. Обращаю ваше внимание, рандом это датчик случайных чисел, то есть формула, воспроизводящая такую последовательность. Secrets это по возможности действительно случайные или как минимум криптографические стойкие случайные числа, которые получаются путем эксплуатации там аппаратуры, еще чего-то. Вот. Вот что нужно знать про случайные числа в питоне и модуль рандом, который... Теперь, собственно, главная наша на сегодня тема это тема строки. Вот. Казалось бы, что такого у нас в строках? Но мы помним, что строки довольно очевидны, но с некоторым приподвывертом под капотом тип данных. Помните, элементом строки является строка. Да? Мы с вами вот эту вот штуку, кажется... Вот. Да? Помните такую картину? Только S у нас не определено. Можно еще там, не знаю... в чем фишка? Фишка в том, что элементом строки является строка единичной длины. Как это достигается? Ну, в память-то у нас хранятся памятики от этой строки. Но когда мы обращаемся к ней с операцией индексирования, у нас порождается новый объект строка, который содержит строк, состоящий из одного такого байтика. Чуть больше относительно того, что у нас хранится в памяти. Это, кажется, СИЗ. Да? Значит, проведем эксперимент. Вот у нас есть строка, ну, допустим, из четырех элементов. Раз, два, три, четыре. Сколько она занимает байтов в памяти? Пятьдесят три. Чего-то многовато. Но в действительности на эти пятьдесят три байт в памяти уходят, они уходят, ну, примерно, тридцать два байта, или если не больше, тридцать два байта, на шестьдесят четыре. Ну, короче, там, описатель объекта, размер объекта, хэш объекта, между прочим, помните, все константные объекты сразу хранятся с хэшом. Вот. То есть, возможно, я это не объяснял еще. Потому что у нас словарей еще не было. Ну, объясню в следующий раз. Потому что в следующий раз у нас как раз словарей. Вот. Короче говоря, большую часть этой фигни уходит на заголовок объекта. Смотрите. Добавим к нему один символ. На один байт увеличилось. И это как бы намекает нам, что в действительности в памяти хранится вот этот заголовок объекта и обычная аскиз строка байтовая. Как так, скажете вы? А что, а как же, а как же, а что же, а что же, вот, а как же с русскими буквами-то? Давайте туда вобьем русскую букву. Например, Ну, хорошо, нет, давайте сначала действительно проверим, что это действительно байты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да? Вот было 53, стало 63. Теперь, я надеюсь, вы мне больше верите. А вот теперь давайте посмотрим, что будет, если добавить туда русскую букву И, например. Так, было 63, стало 84. И это не значит, что одна русская буква И занимает 21 байт. Это значит, что теперь наша строка переквалифицировалась из аски в настоящую юникодную, и теперь все символы в ней хранятся в юникозе. Да, есть такой трюк под капотом питона. Вот этот объект С, ну, вот этот объект, на который ссылался С, он был еще аскишным, потому что состоял исключительно из аскишных символов. А вот этот объект, на который ссылается Т, он уже юникодный, потому что он стоит в том числе из буквы И. И, соответственно, каждая буква И у нас занимается, это мы сейчас проверим, ну, как вы видите, те самые два байта, которые она и должна занимать. Вот. Тут мы залезли немножко глубоко в кишки питона. В принципе, мне кажется, семантика преобразования одного в другое нигде не описана. С точки зрения прагматика, пардон. Да? С точки зрения семантики любая строка это просто строка, которая стоит просто из символов. Эти символы могут быть обычными аскиз символами, а могут быть вот такими, значит, русскими буквами. Вот. И, собственно, все. Вот. Но, чтобы вы понимали, да, когда я говорю про то, что строка это хранимая штука, она хранит последовательность символов памяти, вот это вот ровно оно. Она хранит последовательность символов памяти. Дальше. Ну, тут сокращенец начинает наводить всякие советы относительно того, что именно в УТФ-16, потому что есть еще в УТФ-32. Ну, в общем, да, внутреннее представление, какой именно кодировки питон хранит все в памяти, нас не интересует до тех пор, пока мы не будем, не начнем писать к питону плагины на C, которые вот эту самую строку из памяти читают. Вот. Но, в принципе, да. Ну, что еще сказать про строки? Про строки можно сказать еще одну интересную вещь. Этим строки тоже отличаются от стандартных последовательностей. Вот. мы, например, знаем, что операция in, которая у нас обычно используется для поиска элементов последовательности, да, в случае строк работает не только для поиска элементов под строки, но и для поиска под строки в под строке. Тут надо вспомнить, что первый приходящий на ум алгоритм по позиционному сравнению имеет квадратичную сложность, а алгоритм Кнута Морис-Спрата имеет линейную сложность. Он не самый простой в плане реализации, именно поэтому он уже реализован, именно поэтому это самое in так и работает. Вот. Но, тем не менее, вопрос к аудитории. Значит, ну мы с вами решили, что поскольку элементом строки является строка, и секции строки тоже являются строка, во всем или эквивалентна вот такая запись в вашей программе, вот такой запись в вашей программе, как вы думаете, ваше предположение? Есть ли между этими двумя записями разница? Варианты. В обеих случаях создаться новый объект, все правильно. А разница в чем? В обоих случаях создаться новый объект, потому что это под строка строки, да, откуда ее взять? Ее надо создать. Ну же. Все очень просто. Вы, возможно, запамятовали, но вот такая операция никогда не совершается с ошибкой. А вот такая вполне. И это единственное различие. Если бы наша строка была нужной длины, различий бы, разумеется, не было. Давайте. Окей. Четыре способа задания строк, просто чтобы было, да, я очень люблю писать строки по-синшному, но, а вот питон их очень любит писать вот так. А еще их можно писать вот так. О! Обратите внимание на две вещи. Вещь первая. Естественно, можно сюда вписать также и вот тройные апострофы, а не только тройные и двойные кавычки, господи. Вот. Тройные и двойные кавычки или тройные апострофы. И второе, довольно забавно, как строка предстает перед нами, когда вот такая многострочная, когда мы ее выводим на экран. Тут стоит заметить, забегая вперед, мы про это еще не говорили, что у питона есть два способа репрезентации, вывода строкового представления объектов. Так называемый стыр и так называемый репр. стыр служит для представления, ну давайте вот так сделаем, а равно. Вот, стыр служит для представления объектов, ну например, при выводе их с помощью принта, и тогда, как вы видите, все хорошо, переводы строки представляются в виде перевода в строки. Репр, репр, сейчас не так, репр от а, служит для технического вывода объектов, чтобы максимум информации впихнуть, и в том числе ненужный обычному пользователю, нужный только программисту, отладчику, и почему-то такому информации впихнуть в этот самый вывод. В частности, принято в случае, когда мы говорим репр от строкового объекта, выдавать все символы так, как они воспринимаются нами в питоне. В частности, спецсимволы показываются, как спецсимволы. И тут мы открываем небольшой кусочек разговора про спецсимволы. А равняется, мы сами можем так сделать, n, n, табуляция. Та самая табуляция, о которой мы много говорили на Linux. Print A. О, что здесь произошло? 123, перевод строки, ASDF, перевод строки, еще один перевод строки. Табуляция, вы помните, это позиционирование курсора на знаке место кратное 8, и только потом к вре. Вот этот print, а вот это A в виде репро. Вот оно такое же. То она будет в начале строки. Да, 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 она будет стоять на том же самом месте. Да, это именно позиционирование на знаке место с позиции кратной 8. Можно, да. Вот, видите, некоторые люди забегают вперед. Все правильно. Если вы действительно хотите вывести вот такую строку, чтобы у вас... Вот сейчас, давайте len от A скажем. Len от A. Нет, не так, давайте попроще. Len от 1 backslash n2. Да? Здесь будет три символа. 1, перевод строки 2. Если вы хотите, чтобы это было четыре символа, 1, backslash, n и 2, то поставьте в начале модификатор R, после чего все вот эти спецсимволы интерпретироваться не будут. Язык интерпретации спецсимволов, это мы чуть-чуть подальше проехали, вот сюда, он достаточно богатый. Вот он. Ну, например, вы можете внутри кавычек указывать кавычки, внутри апострофы, апострофы, надо только их бэкслэшить в начале. Вот. Помимо backslash n, который мы уже использовали, и backslash t, который мы уже использовали, есть интересные штуки. Ну, например, backslash a, это некоторые терминалы пищат, когда это выводят на экран. а некоторые не пищат. А x-term. Получается, если мы проверим в соответствующих случаях, то есть, это будет какой-то какой-то... Да, 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 да. Если все забэкслэшить, то backslash снимает, снимает интерпретацию символа, как... Да, это правда. Нет, это просто отдельный режим интерпретации константы. Он просто не разбирает эти последовательности как специальные. Не пищит. Зараза. Удивительным образом терминальные устройства мы об этом тут недавно говорили, не помню с кем. Удивительным образом терминальные устройства имели специальный символ, который при выводе пищал. Причем он называется, как видите, Белл, звоночек. Знаете, откуда все это пошло? От печатных машинок, у которых были такие колокольчики, которые звенели, когда вы доходили до конца страницы. И эти колокольчики, значит, умели звенеть. Поэтому у электрических печатных машинок тоже была возможность их управляющий символ какой-то вывод, который бряцал этим колокольчиком. Это дожило до наших дней, хотя вот, видите, не везде дожило. Некоторые не пищат. А, кстати, может они не пищат просто потому что... Да, это у меня просто тут звук не включен. Если бы я включил звук, у меня бы это пищало. Ну, ладно, в следующий раз покажу. Не самая интересная вещь. Но, вот, если не забуду, сделаю так, чтобы вот этот писк работал. Просто... Да, ну, наиболее интересная, наверное, это возможность вывести произвольный... произвольный... произвольный символ. У нас же есть функция ord, да, которая указывает... Во. Да? Только давайте hex от ord скажем. Во. Вот вы можете написать что-то print backslash x backslash x вот эту самую во. Вот так вот, по-моему. Тыдыц. Нет. Что я сделал неправильно? А. Это, 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 извините, юникодный, это не юникодный символ, юникодный символ backslash u. Тоже нет. Может быть, тут 0 надо написать? Да. Вот. Вот два способа. Вот это ASCII символ, это его 16-ти речный код. 42, потому что 9, это уже следующее, оно просто тут вывелось. А вот это юникодный символ, вот его 16-ти речный код, 429. Вот поэтому, кстати, можно выяснить, что там кодировка именно у ТФ-16, у ЦС-16 никакая-то другая, но тем не менее. Про кодировки, про которые, кстати, у нас тут был разговор, про которые у нас тут был разговор, про кодировки у нас будет отдельный разговор, кажется, будет. Но он точно должен быть, потому что я хорошо помню, что задачи на него были. Но это не сейчас. Вот. Значит, я тут использовал функцию ORD, которая выводит код первого символа, и еще, соответственно, можно и обратную функцию, CHR. Вот. Не выводит, а возвращает. Да. Вот. Но об этом мы тоже поговорим, когда будем говорить по кодировке. так. Это мы внезапно перескочили на тему управляющих последований, управляющих, спецсимволов и их квотирования с помощью буквы R или с помощью бэкслэша. Вот. Давайте. Да. Вот бэкслэш, бэкслэш. Это просто бэкслэш и просто R. Вот. Давайте вернемся немножко назад. Пожалуй, самая интересная на сегодня тема. Вернее, не так. Тоже неинтересная. Как это? Она тоже слишком простая. Сегодня день отдыха, я говорю. А, нет, у нас есть две темы, на самом деле, еще форматные строки. Окей. Значит, это строковые методы. На самом деле, самые интересные в строках, это что с ними можно делать. Давайте, как настоящие, как это, как действительно интересующиеся темы, посмотрим, что можно делать со строками. Смотрите, сколько у них методов. Это все, это вот все с ними можно сделать. Вот. Ну, не знаю. А, а точка ловер. Ну, или аппер. А еще можно что-нибудь типа, как там, title. Первая буква большая, и каждая, каждая начальная буква слова большая, остальные маленькие. Ну, типа так, это одна из дисциплин написания заголовка в англо-саксонской типографике. вот. Ну, это все такое, да, там, можно можно что еще сделать? Чего? Транслейт это, пожалуй, самая хитрая штука, вы ему должны указать словарик, какие символы в какие преобразовывать, он их преобразовывает. Вот. Поскольку словариков у нас еще не было, мы на него смотреть не будем, хотя иногда он используется. Я думаю, что чтение документации вам все откроет. Я довольно редко в жизни пользовался с транслейтом, а вот этим всем я пользовался довольно часто. Вот. Есть целая группа, целая группа проверочных, вон их сколько, вон их сколько, проверочных функций, которые отвечают на вопрос, является ли данная строка чем-нибудь. Ну, например, Лиздигит, да, она является цифрой. Вот. Или, допустим, является ли она буквой. Нет, буквой она не является. Тоже не является. А что является буквой? Любая последовательность букв, вот, да, речь идет не о первом символе строки, а о всех буквах, о всех символах строки. Вот. Значит, это, да, там, что еще может быть? А вот, 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 а вот алнум, false, а, s, вот, алнум, это значит, алфаветно-цифровые, то есть и буквы, и цифры. Короче, их вот столько, и это все можно тоже проверить. Что еще интересного? Функции. Ну, функции форматирования, да, вот у нас есть, громче. Например, false. Речь идет о том, что строка состоит из символов, которые представляют собой значки на экране. printable. Все остальные, они считаются non-printable, потому что они управляющие. Нет, не только. Это любой символ с кодом от нуля до 30, до 31-го десятичной. Они все non-printable. В случае ASCII. Но это не так интересно. Интереснее дальше. Интереснее, например, функции форматирования строки. Ну, ну, не знаю, там, а точка, а у нас чему равно, нет, S. S точка Ljust от 10. Вон, Прижать к левой стороне, отформатировать на ширину 10. Можно даже забить какими-нибудь решеточками. Интересно, а можно вот так сделать? Нет, нельзя, только один. Вот. То же самое Ljust, то же самое Center. Вы меня понимаете, да, значит, я, кстати, не очень понимаю, видимо, это какое-то историческое наследие, когда-то давно, когда Гвида придумывал Питон, а может быть, даже еще раньше, когда до него придумали этот самый ABC, из которого сделан Питон, это в 90-е годы, 80-е, в конце 80-х. Видимо, там была большая библиотека работы с функцией, работы со строками, которая уже это более-менее умела. Ну, и Гвида решил это все оставить. Вот. Что еще интересного мы знаем? Ну, например, strip или remove prefix, remove suffix. Что делает strip? Функция strip удаляет из конца и из начала нашей строки удаляет пробельные символы. То есть, это переводы строки, табуляции, пробелы, вот, в количестве. Вот. Все они будут удалены в функции strip. Не все. А, потому что там вот так. О, не все, а только те, которые стоят в конце строки и в начале. Видите, тут я случайно поставил backslash, backslash, и, понятное дело, что все, что стояло до него, естественно, не было пострипано. И это довольно удобно в ситуации, когда вы читаете непонятно какой код, у которого в начале, вернее, непонятно какой текст, у которого в начале, или хуже того, в конце могут стоять пробелы. Вот удобный способ это тело порезать. Вот. Не так давно, буквально несколько лет назад в питоне появились еще удобные функции remove prefix и remove suffix, а также stars with и jens with. Да? Ну, что-то типа такого. зачем это сделано? Там даже соответствующий PEP есть. Конечно, мы можем проверить что-то типа вот такого. Но это потребует от нас порождение нового объекта и, в общем, некоторой операции сравнения двух объектов. А вот это, на самом деле, да, мы передаем объект, он просто поэлементно сравнивается сразу. Да, вот такая операция считается более, более, как это сказать, очевидной и менее ресурсоемкой. Ща будет сплит, погодите, все будет. Тут вот меня торопят. Я же говорю, тема легкая и тут люди меня поторопливают. Да. И то же самое относительно remove prefix, remove suffix. Ну, что-нибудь типа такого в том же, тоже a, a.remove prefix, ну, скажем, qe. а если мы укажем неправильный префикс, то ничего не будет убрано. То есть, если, это как стрип, только произвольный, да. Вот, ну, то же самое remove suffix. Так, что еще? Ну, всякие филы, это значит заполнить, короче, все это неинтересно. Интересно, что у многих из этих функций есть правые варианты и левые. Например, стрип может быть не только справа и слева, но справа отдельно, слева отдельно. Функции find и index, которые, соответственно, находят a.find, это еще один вариант найти под строку в строке. Вот она начинается с номера 2. А index тоже 2. Разница между функциями find и index состоит в том, что find, если ему указали неизвестно ни в чем. Кстати, похоже, что ни в чем. А, нет, индекс это стандартная функция для всех последовательности. Если он не нашел соответствующий элемент, он выдаст ошибку, точнее, исключение. А вот find выдаст индекс минус 1. Типа, если у вас отрицательное число возвратило find, значит, там ничего нет. Иногда удобнее так работать, иногда так. Так, ну, наконец, вот мы дошли, Димка, Димка, это человек с ником Димка-Димка, мы дошли до сплита и джойна, это, пожалуй, единственная, хоть сколько-нибудь сложная тема про строки. Вот. И состоит она в следующем. Вот у нас есть строка, все та же наша, S, нет, плохая строка. Как это? Возьмем любое число, например, 17, нет, 17 мало, возьмем 231. Ну, вот какая-то такая, да? Давайте мы еще ради прикола туда поставим переводы строки. Несколько штук. Вот. Есть функция сплит, точнее, это метод, естественно, который превращает нашу строку, во-первых, считает ее последовательностью слов, а во-вторых, превращает ее в список слов. Ничего более заумного, чем функция сплит, я сегодня не расскажу. Единственное, что вы, я надеюсь, уже отметили, функция сплит, в том, метод сплит, в том виде, в котором работает сейчас, он считает последовательности разделителей между словами одним большим разделителем. Только в этой форме сплит так работает. Вот. Если вы ему укажете явно, какой разделить, что, какой символ является разделителем, то вы получите другую картину. А что у нас? У S не было ни одного пробела двойного. Давайте сделаем несколько двойных пробелов. Если вы ему, вот так работает сплит без параметров, последовательности разделителей считаются одним большим разделителем. Вот так работает сплит с параметрами. Каждый разделитель считается разделяющим строки. То есть, вот эти три пробела, или четыре, сколько их тут было, считаются пустыми строками, разделенными пробелами. Просто два разных, две разных семантики работы функции. Оба раза получаются последовательности строк, точнее списки строк. Вот. С этими списками можно сделать что угодно, ну, не знаю, там. Да, B, C, B, C. Кстати, про удаление я забыл еще метод replace, который заменяет одну подстроку на другую, но я надеюсь, вы без меня поймете, что это такое. СПЛИТЫ. Запятая, спасибо. О. Да? Значит, есть и обратный метод к методу сплит, этот метод, разумеется, join, который позволяет превратить последовательность строк в строку, склеенную некоторыми символами. Ну, например, A равняется, вот это у нас A, и мы можем сказать, склейка мне с помощью двух решеточек, все, что лежит в A. join от A. Обратите внимание на то, что join это метод разделителя. Поначалу, довольно быстро это проходит, но очень редко, поначалу люди пытаются, значит, ни то ни к тому применить. У него в качестве параметра список strong, а какая единственная строка, которая, чьим методом может быть join? Ну, разумеется, это единственная строка, это сам разделитель. Можно написать что-нибудь типа такого. Сейчас, давайте. Точка join. Кстати, что будет, если я скажу, что будет, я скажу вот так вот. Ну, разумеется, у нас просто объединятся с пустыми строками. Точка join. И здесь написать что-нибудь типа chr от, chr от i, for i in range, ну, скажем, 32,100. tins, tins. Че не так? Unterminated string. Ну, в общем, ничего удивительного не произошло от слова совсем. Мы сформировали список из строк односимвольных, вот, а потом их поджойнили через пустую строчку, получили вот такое. Поджойнили бы через какое-нибудь подчеркивание, получили бы вот такое. Вот вам split и join. Я, кажется, ответил на вопрос про split и join. А это самый дешевый способ заменять ответственность? Нет, конечно, самый дешевый способ. Вот видите, зря я не рассказал про replace, потому что у людей возникл естественный вопрос, а как же replace? Конечно, самый дешевый способ это replace. Где у нас там ABC? Нет. s равняется, допустим, ну, давайте так сразу, да, ABC.replace минус на, не знаю, на пустую строчку. Ладно. Ну, или там, допустим, минус-минус, минус-минус-минус, а тут два минуса. Да? Вот. Вот и все. Обратите внимание на то, что у replace, у replace чего? у него, это просто строка на строку, и обратите также внимание на то, что вы можете указать, какое именно вхождение поменять, первое, вернее, сколько штук их поменять. Да? Давайте попробуем. Вот, сколько штук поменять. Ну, а в остальном, в общем, все, все примерно так же. Вот. Да. Значит, есть еще отдельная тема split lines, это разделение по переводам строки, когда вы сожрали один большой файл, в нем строки, вы говорите split lines, и вам показывают, значит, эти строки в списке, а не по штуке. Я не думаю, что здесь есть какие-то нечто, что нуждаются в нашем пояснении. Последняя тема на сегодня это форматные строки. Форматная строка довольно остроумное изобретение такого уже вполне современного питона, такого хипстерского. Вот. Это одновременно и константное выражение, и одновременно евал. Потому что вы можете написать что-то в таком духе. Там a,b,c равняется, ну, скажем, раз, два, три. и printf, форматная строка, модификатор f. А дальше вы просто в фигурных скобочках выписываете эти самые выражения. Ну, что-то типа a плюс b. Это у нас, значит, a плюс b равно. Как при чем? А кто за вас будет вычислять a плюс b? Смотрите, интерпретация вот этой форматной строки, разумеется, происходит в тот момент, когда питон ее встречает. Если у вас, допустим, не было переменной, не было имени a, то только в тот момент, когда вы попытаетесь вот эту строку распарсить, вернее, питон попытается, вы, очевидно, ее не распарсили, раз у вас имени a нет. Только в тот момент возникнет вот это исключение. Это означает, что в действительности вот такая вот строка превращается в строковый объект с вычислением вот этих выражений. Вот это и есть eVal. Тут возникает вопрос, а насколько вот это все настолько же опасно, насколько опасен eVal. Вы помните наши разговоры, что eVal, eVal input, это прям, значит, этот input может содержать что угодно. Вы туда можете, вы можете туда ввести такое выражение, которое все файлы с вашего компьютера удалит. Вот это все. Похоже, что форматная строка не так опасна, как eVal произвольной строки. Почему? Потому что здесь в явном виде написано это выражение. То есть, в отличие от eVal input, где input приезжает вам от пользователя, здесь, в общем, вот что, какое выражение вы напишете в фигурных скобках, такое и заявляется. Если eVal input писать фигурные скобки. О, кстати, да, как интересно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. И точно. Погодите, погодите. Такое ощущение, что нет. Понимаете, да? Я написал им в фигурных скобках. Он ввел строку. Эту строку нам показали. Все. Видите, да? Чтобы что-то случилось, я бы должен был написать eVal input в круглых скобках. Ну, эээ. Так что нет. Вот. Понимаете, да, разницу? eVal никто не написал. Вот. То, что мы можем туда передать, это только строк. Окей. Значит, так что более безопасно. Что можно делать с форматными строками? Да, в общем, много чего. Например, не так давно, начиная с 3 восьмого, что ли, питона, вы можете написать вот так. И получить еще более красивую картинку. У вас вот это a плюс b сначала выведется как строка, потом за eVal input и выведется результат. Для отладки идеально. Чтобы каждый раз не писать, вот не копипастить, а не писать вот такое, да? Вот. Вы можете, например, указывать способ форматирования этого самого a. По-моему, наоборот. Да, не наоборот. Вот, пожалуйста, у нас число a вывелось в формате float, и даже можно написать что-то типа 12.1. Да. А если написать еще и 012.1? Ну, короче, вы видите. Класс. А если еще и вот так сделать, то он к другому краю прижмется. А вот так посередине... нет. Вот так посерединке. О! Короче говоря, такой развесистый язык спецификации этого формата, вот, который у нас вот тут вот описан в документации. Он реально такой... Немалый. Вот. Как вы видели, возможно, всякие трюки при форматировании, главное, они произвольные. Вот этой штукой я вообще последнее время пользуюсь... ну, как бы, последнее. Все это время, как ее изобрели, пользуюсь напропалую, потому что более старые варианты... Более старые варианты, которые были раньше, это, например, сишный вариант был вот такой. Господи, я уже забыл. Процент S. Процент D. Процент... Операция процентики со строкой, похожая на оператор printfc, вот, и там язык как раз такой c-style, вот, с ним некоторые проблемы. Там не очень удобно ссылаться на конкретный номер элемента, и, в общем, он был признан не вполне удобным, а вот этот вот, с фигурными скобочками, вполне удобный. Вот. Что можно еще на эту тему сказать? На самом деле, можно сказать еще вот что. Не всегда бывает так, что вы заранее знаете, какова должна быть форматная строка. Например, вы вычисляете вот это число. Вам нужно вычислить ширину, допустим, выводимого столбца. Такое будет домашнее задание, кстати. Есть два способа. Один, который я сейчас смогу воспроизвести, а второй, который я воспроизвести не смогу, потому что он мега извращенный. Вот. Один простой способ состоит в том, ну, допустим, у нас есть числа, ну, допустим, не знаю, там, n равняется, не n, r равняется range от единицы до 10 тысяч, ну, с шагом, не знаю, там. Нет, маловато. А, ну да. Лист. Ну вот. Смысл в том, что в этом 20 и тут 500. Вот. А смысл в том, что здесь есть числа шириной от единицы до пяти символов. И если этот самый r у нас достаточно произвольный, вот этот список, да, то мы не знаем, какая максимальная ширина. То есть для того, чтобы напечатать что-то типа, типа такого, типа такого, f, r, ну, не r, а там что, да, не r, e. Ну, давайте не так сделаем. For, e in, r, print, e. И, ну, допустим, мы его хотим прижать вот туда, да. Что я сделал неправильно? Экстринг инвалид, что-то я сделал не та, а. О. Только он что-то не прижался, зараза. А, потому что я размер не указал. Вот. Я не указал размер. Допустим, я сделал там си. Эть, эть. Плохо. Нужно пять. Только вот это число пять вычисляемое. Да, мы не знаем, чему оно равно, в зависимости от того, какая у нас максимальная ширина вот этого r, мы не знаем, чему равно вот это дело. Поэтому нам нужно сначала сделать форматную строку. Нам нужно написать что-то в этом духе, что, ща, max, max, от len, от s, for, это mex, да? Это про мексиканцев речь идет. For, чё там, s in r. От s. О, пять. Да? Теперь мы должны сделать что-то в духе, что-то в таком духе, что форматная строка у нас равняется, чё там, и, двоеточие меньше, сейчас, двоеточие меньше, дальше вот эта самая семерка, ну, давайте так, плюс стр, вот, l, плюс, ну, так же, как здесь, это больше, тогда больше. О! О! Вот, единственное, что этому самому формату придется руками передавать все те имена, которые там внутри задействованы. Он, кажется, не умеет ходить к, не умеет ходить к global namespace. Если вы видите, мне пришлось сказать, что i, это i. Вот. Вы, кстати, могли написать, да? Громче. Вы можете убрать название из строки, тогда надо будет по именам общаться. А, вот здесь вот. Да, 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 да. Вот. У формата можно, да, совершенно справедливо, как было тут правильно замечено, можно было, можно было писать просто без номера, без номера это будет нулевой параметр нашей функции формат, с номером один это будет первый, ну и так дальше. В общем, в этих ситуациях можно воспользоваться вот этим. Я видел людей, у нас уже нету на это времени, а может быть и есть, которые умудрялись... Ща. Так что нет, оказывается, это можно сделать. Понимаете, да, что произошло? Произошла рекурсия, рекурсия detected. В этой, в этом выражении, в этом форматной строке встретилась словосочетание, встретилась вот такая конструкция, она и является форматной строкой, она была заменена на L плюс 1, после чего здесь появилось 8, потом, значит, вот это, получилось вот это. Чего так раньше нельзя? Удобно. Вот. Тем не менее, это не всегда работает, да, имеется в виду, что помимо форматной строки, в том числе вот такой рекурсивной, существует также и метод формат, который делает то же самое, но он может не ходить к namespace, а давайте мы сейчас это сделаем. давайте мы сейчас это сделаем, тут два, а тут, допустим, ноль. Он может не ходить к namespace, а может ходить просто к порядку номеру вашего элемента. Вот. Такое тоже можно. Так. Это что касается... Да, 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 язык форматирования. У меня есть сильное подозрение, что я совершенно случайно рассказал все, что хотел за сегодня, прям все от начала до конца. Это как-то странно, потому что мне казалось, что лекция, ну, как бы, большая. Ну, окей, как это? Все, тут уже домашка. Если есть какие-то вопросы, давайте, позадавайте вопросы, потому что, ну, у нас есть еще целых 4 минуты. Или уже хватит с нас? Все уже заснули, тут так интимненько-темненько и все вот это. Что-что? Звездочка форматирования? Звездочка форматирования? Это все стайлы, и он тогда его пропустит, по-моему. Да? Вот можно сходить, сходить вот сюда и почитать. Но, по-моему, это в старом формате. Да. А, нет, все еще хуже. Там какая-то, какая-то, вот, 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 это та самая звездочка, да, для формата, для указания, указания ширины формата. Да, но это все стайл, это такое интересное, интересное, так сказать, ширение, которое потом все... Да, да. Нет такого. Флот реализован как отдельный тип данных, строкой он не становится. Или я что-то не понимаю. Нет, сентами тоже не так работает. В питоне есть два типа данных, int и long int, вот, и до какого-то момента int является обычным int, до какого-то long int. В принципе, программисту совершенно все равно, да, это абсолютно прозрачно для программиста, в какой форме хранится ваш int, длинный или короткий, да, то есть, ну, ну, реально. Это все еще int, вот, это все еще int, это a. А вот это уже наверняка long int. Разница состоит только в, в get size of, давайте попробуем. Сейчас, import sys. Нет, это про это long int. Какая строка? Вы о чем? То есть у у улнгинта нету max int. Да, у улнгинта нету max int. Именно так. То есть, давайте проверим. Давайте просто экспериментально проверим, на каком примерно объеме, хотя я вангую, что это будет 2 в 30, или в 60 какой-нибудь третьей степени. вот это 28, да, давайте длинное какое-нибудь. Это все неправильные длинные. И это очевидно, вот уже long int, да, и причем чем дальше, тем дальше. Теперь давайте попробуем поточнее. Значит, я вангую, что это будет 2 в 63 степени. Нет, уже нет, да. Ой, как интересно. Да, похоже, что он гораздо раньше этот переплетен, почитать на самом деле. Хотя, конечно, мне интересно, да. Ну, вот это похоже 32-разрядное. Мне интересно, почему он здесь мне выдал 36 степень. в смысле 36 байтов. Но, видимо, как-то более хитро. Но, еще раз, это просто целые числа, никакой строки там нет. Ну, 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 или скорее минус один, да. Ну, слушайте, давайте вместо того, чтобы гадать, почитаем документацию, там должно быть написано, хотя я подозреваю, что есть шанс, что эта прагматика также не реализована, как прагматика, да, вот в вашем компьютере есть некоторые представления, какая вам нравится, сколько конкретно памяти он жрет, сколько ты жрет. А что касается вещественных чисел, то такого нету. Правильный ответ. Такого нет. Вещественные числа, это вещественные числа, они в какой-то момент предстают таковыми быть, становятся инфинити. давайте попробуем по-быстренькому, это же быстренько, да. как видите, я зря написал 100. у стандарта на вещественные числа очень небольшой, на самом деле, диапазон. 10,175 и привет. И то же самое с бесконечно малыми. Давайте я тут сразу скажу, что тут будет сильно меньше. Нет. А потому что надо было не на два делить. Вот тут, может быть, кстати, да. Тоже нет. Ну, в общем, да. В общем, мы сейчас приблизимся. Кстати, бесконечно малые, видите, они еще и глубже залезают. О, все, доехал. Ну, короче, вы поняли. Вот. Да, опять же, проще прочесть стандарт, чем щупать это руками, хотя, щупать руками тоже быстро. Еще вопросы? Все, наверное? Все, если все, тогда, значит, мы с вами прощаемся с кем-то до, следующей неделе с кем-то до завтра. Завтра у нас будет все то же самое, но только про Linux. Вот. И, собственно, все, всем спасибо. И хорошо, спасибо, что были с нами все это время.